Всем здарова, братва на Си-Зи, как всегда я, Малфой! И вы попали на 23 серию пути бомжа на Блэк Раше! Первым делом здороваемся с Фомой Вилган Эмпайр. Ну и спрашиваем, так и так, есть ли знакомые, чтобы меня устроили в СТО или Казик? Вот не знаю почему, но Механик и Крупье мне очень нравятся. Мне позвонил Максончик и рассказал, как там обстоят дела в Фоме. Оказалось не просто, так я заспавнился на вокзале, скоро все будет красиво у нас. Увидел в чате строительной компании, что нужен эскаваторщик с ТП. Так у меня же есть 500 опыта, я могу им работать. Через команду Бэк Компани смотрим, где в данный момент проходит стройка. Ну и теперь самое сложное, нам нужно туда как-то добраться. Арендовать скутер не вариант, так что будем вызывать таксишку. Опа-опа, Рено Логан красного цвета 20 века, то что нужно. Подбежал ко мне бомж и предлагает купить у него скин. Братанчик, ну серьезно, кому бомж этот вообще нужен? Спустя 10 секунд еще раз подходит с тем же вопросом, да ё-моё. Наконец-то мой таксист подъехал и теперь отправляемся на стройку. Прошу руководителя СК уволить меня с заместителя, чтобы я мог работать экскаваторщиком. Кто не в курсе, на Блэкраше вот такие вот системные ограничения. Приехали мы на стройку, ну и оставляем оценочку 5 из 5 и еще соточку на чаюху. Подбегаем к прорабу и тыкаем устроиться водителем экскаватора. Чтобы им работать, нам нужны профправа и 500 навыка, это все у меня есть. Ну и просто ждем, когда мою кандидатуру одобрят. Пару секунд и меня все-таки приняли. Собственно, я переоделся и теперь начинаем работу. Нам нужно арендовать экскаватор за 10 тысяч рублей. Мы заспавнились и теперь поехали на красный чекпоинт. Красивенько берем и по этой вот дорожке едем наверх. Как смотрю в чатике, мне дали задание прокладывать трубы. Стоп, стоп, стоп. Может быть это какой-то баг? Давайте выйдем и сядем обратно в эту махину. Большому сожалению, нужная метка пропала и я в ловушке. Так что, ребятки, учитесь на моих ошибках. Не начинайте работать экскаваторщиком, пока разнорабочие не закончили все этапы. Система багается и метка у вас пропадает. Походу я 10 тысяч рублей зря потратил. Ну и как всегда, моя братва узнает меня на сервере. Очень приятно. То есть что, залетайте на вайт сервер и вводите промокод хэштег Малфой. Он вам даст бабосики. Смотрю, подъехал заместитель СК. По всей видимости, все здесь контролирует. Это Малфой всегда работает на стройке, а он просто наблюдает. Смотрю, в чатике работяги завершили прокладку труб. Следующая идет проводка. Ну и просто ждем, когда они все закончат. Не знаю почему, но фраза «Ержаны работают» меня капец как рассмешило. Короче, вылез я с этой махины. Все равно придется новый брать. Подбежали работяги и видим уведомление, что все этапы строительства завершены. Ну и теперь моя очередь работать. Тратим еще 10 тысяч рублей. Пробиваем тайминг и начинаем в 23.38. Вся суть этой работы это та же самая езда по чекпоинтам. И между прочим, за каждую ходку я получаю по 1000 рублей. Ну и вскопать этот грунт нам нужно аж 30 раз. Не знаю, как вы, но на ютубчике я никогда не видел подобных видосов. Я походу один такой обезбашенный прокачал 500 очков опыта на строителе. Увидел в чатике ТК сообщение, что 1 и 2 октября будет премия не Х2, как обычно, а аж Х3. То есть вы отвезли 10 грузов, получили 320 тысяч рублей, а премия вам полагается еще 300 тысяч. Это ни в коем случае не реклама ТК, я просто показываю, как зарабатываю деньги. Что еще мне нравится в эскаваторе, так это то, что он очень управляем. Право, влево, легко делаем маневры. Вот если бы братва не запрыгивала прямо на махину, было бы вообще идеально. В конце концов, я вскопал кратер последний раз и закончил работу. Чисто от системы получил 30 тысяч рублей, но из-за моей ошибки потратил на аренду аж 20 косарей. Тут как раз меня встречает братва и заместитель, от него я жду премию. Ну а работу я закончил в 23.50, это значит, что этап с эскаватором делается за минут 12. Пришло уведомление, что стройка полностью завершена. Ну а мне полагается премия 50 тысяч рублей, ништяк-ништяк. Ну а дальше фоточки с братвой, всем, кто в ролике, огромный привет. Джонни хотел сделать мне подарок, но я его не принял. Все-таки это путь бомжа, давайте обойдемся без всего этого. Дальше мы отправились в Казик, ну чтобы попытаться устроиться крупье. Смотрю в чатике, какой-то челик продает сумку Гуччи за 60к, а гос у нее 290к. Вот это очень выгодное предложение, так и нужно покупать аксессуары. Ну что вам сказать, на скине гопника это выглядит забавно. Так что пользуйтесь лайфхаком, приезжайте в казино и ищите таких азартных игроков, которые все слили и хотят отыграться. Субтитры сделал DimaTorzok